здравствуйте ребята тема урока почему соединенные штаты америки отправили военные корабли в японию цель урока определите причины открытия японии и охарактеризуйте влияние колониальной экспансии сша на традиционное общество японии в начале урока предлагаю вспомнить некоторые термины экспансия колония метрополия соотнесите термины и их значения а теперь проверьте себя экспансия политика распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта колония страна насильственно захваченная и эксплуатируемая империалистическим государством лишенная государственной самостоятельности метрополия государства по отношению к своим колониям за пределами своих границ эксплуатируем территориям и зависимым странам молодцы и так сша отправляет военные корабли в японию как вы думаете почему это произошло в конце 18 первой половине 19 века сша англия франция россия не раз пытались принудить японию отказаться от политики закрытых дверей наибольшую дипломатическую активность на японском фронте развили американцы видевшие в стране восходящего солнца свои ворота в азию до конца 1890-х годов сша заменили великобританию в роли доминирующего индустриального государства американские предприятия производили конкурентоспособные товары которые были дешевле и лучше раскупались чем не уступающие по качеству но более дорогие товары из других стран сша вышли на первое место в мире по выпуску продукции и объему производства американцы искали для себя новые рынки сбыта сырьевые придатки и зависимые территории на берегах тихого океана и их в этом смысле сильно заинтересовала япония рассмотрим три основные причины по которым сша было необходимо открытие японии использование японских портов в качестве угольных баз на которых американские пароходы могли пополнить запасы топлива американской стороне требовалось обезопасить своих моряков плававших в этих широтах от каких-либо нападений со стороны японцев желание американцев расширить свои торговые связи в 1852 году сша снарядили военную экспедицию в японию во главе с коммодором перри прибыв в японию коммодор потребовал подписать соглашение перри заявил что ответ от японских властей должен быть получен через год когда американское судно будет возвращаться из китая в случае отрицательного ответа сша предупредили о применении военной силы 13 февраля 1854 года перри вернулся в японию во время переговоров он угрожал военной силой сигунат учитывая кризис стране финансовые трудности испугался войны сша 13 марта был подписан неравноправный канагаский договор согласно ему для американских судов были открыты порты симоды и хакадаты гарантировалась безопасность моряков потерпевших кораблекрушений создана постоянное консульство сша после этого договора и другие державы стали подписывать с японии соглашения так в 1854 году были подписаны англо-японские в 1855 году русско-японские 1856 году голландско-японские а в 1858 году французско-японские соглашения граждане этих государств получили права охраняемые в особой форме японское правительство предоставило им привилегии для ведения торговли одним словом эти соглашения для японии оказались вынужденными и несправедливыми договор был заключен в японцы поняли что если они ничего не изменят в своей жизни то рано или поздно с ними все равно поступят так как поступили с китаем и чтобы этого избежать необходимо было запустить процесс модернизации что и было сделано уже в следующем десятилетии в японии произошла реставрация мэйди старая система сигуната была упразднена страна перешла к прямому императорскому управлению и многочисленным административным и техническим заимствованием из-за рубежа американцы сами того не желая подтолкнули японцев на путь модернизации какие изменения произошли в японии после открытия государственном управлении 1889 году введена конституция япония парламентская монархия аграрная реформа введена частная собственность на землю административная реформа уничтожена власть князей военная реформа новая армия по европейскому образцу введена воинская повинность финансовая реформа введена единая денежная единица иена в образовании курс на создание в стране просвещенного общества всеобщее обязательное образование рассмотрев материал выделим главное сша заключили с японии канагавский договор черты развития японии разрушение устоев традиционного общества развитие торговли модернизация развитие капиталистического хозяйства перейдем в практической части урока назовите причину по которым сша было необходимо открытие японии а использование японских портов в качестве угольных баз на которых американские пароходы могли пополнить запасы топлива б желание американцев захватить власть в японии правильный ответ а использование японских портов в качестве угольных баз на которых американские пароходы могли пополнить запасы топлива в каком году был подписан канагавский договор ответ 13 марта 1854 года какие реформы проводились семидесятых годах девятнадцатого века в японии исключите лишние государственное управление аграрная реформа административная реформа военная повинность финансовая реформа реформа в образовании избирательная система правильный ответ избирательная система таким образом ребята вы сегодня на уроке определили причины отправки соединенных штатов америки военных кораблей в японию узнали о канагавском договоре выделили главные черты развития японии после реставрации мэйди на этом урок окончен до свидания